Без поворотных в русской истории. До великого московского князя Дмитрия дошли вести, что татарский хан Мамай вновь собирается походом на Москву и уже опустошает пределы Воронежские. Тогда князь решился на битву. Он собрал войско и с благословения преподобного Сергия Радонежского выступил в поход. Но сомнения все же терзали его. Враг силен. Удастся ли одержать победу? И вот в одну из ночей русские отряды встали лагерем на берегу Москвы-реки. И, как говорит предание, под сосною в звездном сиянии Дмитрий увидел икону Николая Чудотворца. Великий князь понял, что это знамение Божие и окончательно поверил в победу. Оживленной надеждой он воскликнул «Синя вся угреша сердце мое!» Говорят, с тех самых пор это место и стали называть угрешей. За тишиною непробудной, За разливающейся мглой Не слышно громов битвы чудной, Не видно молнии боевой. Но узнаю тебя, начало Высоких и мятежных дней Над вражьим станом, как бывало, И плеск, и трубы лебедей. Не может сердце жить покоем Недаром тучи собрались Доспех тяжел, как перед боем Теперь твой час настал Молись И тогда Дмитрий дал обет В случае победы основать на этом месте монастырь. Так и случилось. Возвращаясь с Куликовской битвы, Князь-победитель На месте явления чудотворной иконы Повелел отслужить молебен, Воздвигнуть церковь И основать монастырь Во имя святителя и чудотворца Николая. И воздвигну ту обитель славну, Сообщает монастырская летопись. Из этой же летописи мы знаем И имена первых игуменов монастыря. Ими были Сергий и Иона. К сожалению, та первая Никольская церковь Не сохранилась до наших дней. Но на ее месте находится памятный камень. История не сохранила более ничего, Что могло бы рассказать нам О первом столетии существования Угрешской обители. Как и другие монастыри, Расположенные близ столицы, Николай Угрешский пережил немало бедствий В тяжелые для Отечества годы. Он много разгорел, Его разоряли хищные нагайцы, Крымские татары, литовцы. Впервые он упоминается в летописи в 1479 году. И уже тогда, как богатый и влиятельный. Он принадлежал великокняжеской семье, Так же, как Симонов и Новоспасский. И даже имел свое подворье в Московском Кремле. По своим земельным владениям Угрешский уступал только троица Сергиевой Лаври. К нему было приписано 10 больших сел И множество деревень близ Москвы, Коломны, Переславля и Костромы. В весенний праздник святителя Николая В Угрешу стекались богомольцы, Чтобы поклониться чудотворному образу Любимого святого. Престольный образ Никольского собора, Икона Николая Чудотворца, К счастью, сохранилась. После закрытия монастыря в советское время Она оказалась в Третьяковской билереи, Где хранится и поныне. Это один из самых замечательных образцов Раннемосковской иконописи. И по мнению специалистов, Она датируется 14-м, но не позднее Начало 15-го века. Тем самым датировка иконы Подтверждает монастырское предание Об основании обители Дмитрия Амдонским В конце 14-го столетия. В отличие от иконы, Древнейший монастырский архив, Увы, не сохранился. Виной тому, надо думать, Многочисленные пожары и разорения, Которые пришлось пережить Монастырской библиотеке И монастырскому архиву. Древнейшим из таких разорений Очевидно было Разорение 1521 года, Когда Подмосковье И сама столица подверглась Нападению отрядов Крымского хана Нехмед Гирея. В селе остров, Что напротив Николого-Грешской обители, На другом берегу Москва-реки, Располагалась ставка сына Махмед Гирея, царевича Салтана. И вот отряды царевича Салтана Как раз и сожгли, и разорили Николого-Грешскую обитель, Так что от великого пожара, Как пишет летописец, Подесия и сам монастырский собор. Обитель довольно быстро возродилась. Как сказано в летописях, Уже через 25 лет Юный Иван IV, Желая предотвратить Очередное нашествие крымцев, Выступил с войском на судах По Москве-реке. Здесь, на Угреше, Напротив стен монастыря, И остановился государь, Чтобы попросить Бога о победе. Это было Знаменитое моление на ладьях. Игумены-Грешские Всегда принимали участие В важнейших делах государственных. Присутствовали на соборах. Подпись Игумена Елеазара Стоит на грамоте Об избрании на царство Бориса Годунова. В особых торжествах церковных, При освящении храмов, Больших крестных ходах, При отправлении воинства в походы, Везде участвовало угрешское духовенство. Другой игумен, Иоанн, Вместе с митрополитом Филаретом Романовым, Находился в московском посольстве, Которое отправилось К польскому королевичу Владиславу, Чтобы звать его на российский престол В 1610 году. Многие события смутного времени Связаны с Николою Грешским монастырем. Здесь хранился долгое время Беглый монах Растрига Гришко-Трепьев, Будущий Лжедмитрий. Побывал здесь и второй самозванец Со своей женой-католичкой Мариной Мнишек. А в 1611 году У стен монастыря Состоялась встреча Первого русского ополчения, В которую входили Донские казаки Под предводительством Атама Назаруцкого И рязанские дворяне Под предводительством Прокопия Липунова, На которого возлагались Большие надежды. Однако освободить Москву Прокопию Петровичу Не было суждено. В стане ополчения Начались серьезные разногласия. В то время, как воины Липунова готовы были Идти на Москву И освобождать ее От интервентов, Казаки занялись Привычным для себя делом. Они грабили окрестные села И насиловали местных жителей. Липунов пытался Силой навести порядок в стане. И вот однажды, Когда казаки Грабили Николу Грешскую Силой Слободун, Он приказал Схватить 28 лихих казаков И посадить их в воду, Дабы маленько остыли. Но казаки Отбили своих товарищей И затаили злобу На Липунова. И вот спустя Несколько дней Кто-то выкрикнул, Что Липунов предатель. И здесь же Устен Монастыря Он был зарублен казаками. С трудом пережила Обитель смутные времена. Ляхи и приспешники Лжедмитрия Второго, Тушинского вора, Регулярно наезжали в монастырь И грабили его, Оскверняя святыню. Окончательно освободить Угрешу от врагов Смогли только отряды Минина и Пожарского. Но вот кончилась смута. Сюда вновь стали приезжать Государьи со своей Многочисленной свитой. Ближайшее село-остров Стало Дворцовым, Монастырь – Государевым Богомольем. А посещения обители Стали называться Угрешскими походами. В обители даже выстроили Государевы и Патриаршие палаты. В ту пору такой чести Удостаивались немногие монастыри. Первый из дома Романовых Царь Михаил Федорович Посетил обитель почти сразу После своего избрания на царство И побывал он здесь Девять раз. А его сын, Набожный Алексей Михайлович, Целых тринадцать. На Богомолье он часто ходил пешком. Ведь всего каких-то Пятнадцать верст от Москвы. Один пеший переход. В дневальных записках За 1657 год Мая в восьмой день Ходил Государь праздновать Чудотворцу Николя В Угрешский монастырь. И дорогою идучи На Коломенских полях Тешился. В монастырь пришел В тринадцатом часу дней. А стоял Государь За монастырем В своих царских шатрах. И в тот день после обеда И до вечера Шел дождик невелик С перемешкою. А в ночи Было холодно. В Угрешу приезжали Не только на Богомолье. Были времена. Для государственных преступников Монастырь служил тюрьмой. В 1662 году На Москве случился Так называемый Медный бунт. Незалго до этого Государь Алексей Михайлович Велел чеканить Медные деньги Из-за недостатка серебра. Ну, естественно Эти медные деньги Очень быстро стали Обесцениваться. Так что За один серебряный рубль Стали давать Иной раз Даже по 12 медных. Это вызвало Возмущение. Толпа москвичей Двинулась К Коломенскому Где тогда проживал Алексей Михайлович Но верные государю Стрелецкие полки Рассели толпу Зачинщики были схвачены Отправлены В Николого-Грешский монастырь Где впоследствии Многие из них Были казнены. А тем временем В русской церкви Уже начался раскол И у Греша Пополнилась Новыми узниками На сей раз Старообрядцами. В 1654 году Патриарх Никон Созвал собор На котором решено Было править Богослужебные книги По древним греческим И славянским рукописям. Среди важнейших Нововведений Было предписание Творить в церкви Вместо метаний На колено Поклоны в пояс И креститься Не двумя А тремя персты. Это и стало Началом знаменитой Церковной реформы Которая привела К самому масштабному Расколу В русской православной церкви. В числе противников Никона Оказались Некоторые видные Представители Духовенства. А во главе их Протопоп Аввакум Прежде один Из любимцев Царя Алексея Михайловича Да и самого Никона. Проповеди Аввакума Будоражили верующих. Поднялся ропот А кроме где Началось и открытое Противодействие реформам. И власти стали Сорово расправляться С раскольниками. Но Аввакума Не сломили Даже 10 лет ссылок. И тогда В 1666 году На церковном соборе Его лишили сана Предали анафеме И отправили В Николовгрешский монастырь. В монастыре Вместе с Аввакумом Были заточены Его сподвижники. В 17 недель Как писал В своем житии Опальный протопоп Томился он В темной келье Под ледником. И вот Однажды В Угрешу Приехал царь Алексей Михайлович Чтобы добиться От Аввакума Отречения От ереси. Но и встреча Так и не состоялась. Потоптавшись У порога Темницы Алексей Михайлович Так и не решился Войти К своему прежнему Любимцу. А вскоре Над сподвижниками Аввакума Жестоко расправились. Им вырезали языки Отрубили пальцы На правой руке Чтобы забыли О двоеперстии. А самого Главу Старобрядцев Вскоре Сослали В Пафнутие В Горовский Монастырь Оттуда В Пустозерск Где он Сожжен По приказу Царя. С воцарением Петра Первого Весь уклад Жизни В высших Слоях Общества Резко Изменился Изменилась И жизнь России. Москва Уже не была Столицей. Ни царь Ни вельможи Уже не ходили На богомолье. В Грешский Монастырь Как и большинство Других Пришел В упадок. Но по-настоящему Сокрушительный Удар был нанесен Ему При Екатерине Второй. В 1764 Году По указу Императрицы В России Провели церковную Реформу. Утвердили Новую Классификацию Монастырей По которой Каждому Из них Разрешалось Иметь Строго Определенное Число Монахов. Государство Отбирало Практически Все владения Обителей А на их Содержание Из казны Выделяло Весьма Ограниченную Сумму. До Реформы К Николу Грешскому Монастырю Были Приписаны Почти 4 тысячи Крестьянских Душ И полтора Десятка Деревень И сел. А после Он лишился Почти всего. Был Отнесен К третьему Классу И даже Там Значился Только Восьмым. Здесь Оставалось Чуть Больше Десяти Монахов. В XVIII веке Еще одно Обстоятельство Немало Способствовало Разрушению Монастырской Жизни. Дело В том, Что С Петровского Времени В монастыри Стали Ссылать Опальных Государевых Людей, А также Отправлять На жительство Отслуживший Свой срок Солдат, Очень часто Инвалидов. Это и понятно, Потому что После 25-летней Службы Солдату Зачастую Некуда Было Вернуться, Потому что В родной Деревне Не было Уже Ни Семьи Ни Родни. И вот Такие Люди Очень часто Буйного Нрава Отнюдь Не Монашеского Оказывались В большом Количестве В монастыре, Где Содержались За его Счет, Но Естественно Их Присутствие Мало Способствовало Монастырскому Устроению И благолепию. К 1833 Году Монастырь Оказался В таком Плачевном Состоянии, Что Речь Шла Даже О Пот не дал ему угаснуть. В монастырь пришел Новый Игумен Архимандрит Пимен. 30 лет он стоял Во главе Обители. При нем Николай Угрешский Из заброшенного Монастыря Стал превращаться В процветающий. Пимена Угрешского Во всем поддерживал Митрополит Московский Филарет. Их стараниями Был создан Совершенно Новый Чудесный Архитектурный Ансамбль В русском Стиле. Его Центром Стал Грандиозный Спасо Преображенский Собор. Рядом Поставлена Часовня В память О явлении Образа Николая Чудотворца Дмитрию Донскому. Строительство Непрерывно Продолжалось Почти полвека. Реставрировались Старые Церкви, Строились Новые. Монастырь Открыл Училище, Богодельню И приют. Мастерские Для молодежи. Территорию Значительно Увеличили И обнесли Стеной. Ее Северная Часть Вызывала Неизменное Восхищение Всех Шедших К монастырю Из Москвы. Эта Стена Символизирует Небесный Град Иерусалим. Таким Он Изображается На иконах. Для множества Паломников В монастыре Вновь Открылись Гостиницы. Сам Митрополит Филарет Очень любил Обитель И часто Ее посещал. Он Принимал Живейшее Участие Во всем Что касалось Строительства. Подмечая Каждую Казалось бы Несущественную Деталь. Однажды Проходя мимо Только что Сложные Стены Он Спросил Отца Пимена А что Это за Здание Это Оградная Стена Ваше Высокопреосвященство Для Чего Же Окна Это Для Украшения Просто Фальшивые Окна Ответил Игумен Не Подозревая Что С Филаретом Нужно Взвешивать Каждое Слово В Монастыре Ничего Не Должно Быть Фальшивого Даже Украшение Раде Попенял Ему Митрополит Вскоре На Монастырь Обратили Внимание Благотворители Московские Купцы И богатые Прихожане Один из них На свои средства Закупил Мальков И выпустил Их во все Монастырские Пруды И монастырские Братья И богомольцы Весь год Были обеспечены Свежей рыбой В верхнем Пруду Вводилась Даже Стерлить Страшные Гонения И годы Запустений Уже Позади Мы Пытаемся Забыть О худшем И восстановить Утраченное Но Введение Порой Выглядит Парадоксально Нынешний Адрес Обители Город Дзержинский Площадь Святителя Николая Монастырь Удалось восстановить За какие-то Десять лет Более того Он получил Статус Ставропегиального То есть Находящегося В непосредственном Подчинении У патриарха Московского И всея Руси В обители Есть духовная Семинария Монастырь Духовно Окормляет Общевойсковое Командное Училище И сегодня Как и прежде В монастырь Тянутся Паломники Чтобы поклониться Его святыню И чтобы увидеть Эту удивительную Палестинскую Стену Символ Небесного Града Иерусалима Такого далекого И такого близкого Бегут неверные Дневные тени Высок и внятен Колокольный зов Озарены Церковные ступени Их камень жив И ждет Твоих шагов Ты здесь пройдешь Холодный камень Тронешь Одетый Страшной Святостью Веков И может быть Цветок весны Уронишь Здесь В этой мугле У строгих Образов Музыка Субтитры создавал DimaTorzok